Массажир с симптомами опасной инфекции прилетел из Сеула. Его обнаружили в накопителе таможни. Там же ему оказали первую медицинскую помощь. Такова легенда учений, инициированных Республиканским управлением Роспотребнадзора. Марьяна Кутукова следила за тем, как профильные службы отрабатывают схему взаимодействия в такой ситуации. В зоне пограничного контроля выявлен больной. Можете, пожалуйста, с медпункта вызвать врача и одновременно вызовите скорую помощь, пожалуйста. По сценарию учения, пассажир с подозрением на опасную инфекцию холеры был выявлен до того, как пересек границу. По прилету зарубежных стран проверка здоровья авиапассажиров проходит в обязательном порядке. Главными симптомами для госпитализации обычно являются температура, рвота и частые позывы. Все эти признаки, согласно легенде, были и в этот раз. Первую помощь пациентке в накопителе таможни оказали медики, аэропорты и дезинфекторы. Затем, спустя некоторое время, приехала скорая помощь. В мире сейчас тревожная ситуация по лихорадке ЗИКа, по лихорадке Денге, по холерии тоже ежегодно. И регистрируется очень много случаев. И последние случаи птичевого гриппа регистрируются в Китайской Народной Республике. Остальных пассажиров, согласно регламенту, увезли в обсерватор на определенное время. Например, при холере контактировавшие лица должны находиться в изоляции не менее пяти дней. Прежде чем выйти с аэропорта, они также прошли дезинфекцию. В входе лежит дисбарьер. Там налит уже раствор 1% жавель. И когда человек уже наступает в дисковре, он подошву, получается, обрабатывает. Чтобы вынос за пределы не было. С момента обнаружения больного до того, как его увезли на карете скорой помощи, прошло порядка 40 минут. Как отработают специалисты в реальной ситуации, неизвестно. Однако пассажирам в подобных ситуациях советуют оставаться в спокойствии. Марьяна Кутукова, Александр Слепцов, НВК Саха, Якутск.